всем привет вы на моем канале о вязании сегодня у нас понедельник честно у меня на понедельник было запланировано абсолютно другое видео но я поняла что оно какое-то у меня получается не совсем полноценное то есть я хочу ввести новый формат на своем канале и снимать такие ну что то типа отчеты по сезону больше наверное они будут интересны именно вязальщицам да потому что я буду там рассказывать не только готовых работах за прошедший периодом допустим за лето потому что это все можно посмотреть более скажем так детально в видео готовых работах которые я надеюсь буду снимать регулярно а такой подробно скажем так отчет да и о вывязанной пряжи и о фаворитах каких-то и о том как изделия носились в общем все подряд в одном видео такой будет большой 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 выпуск до закрывающий сезон в общем я решила что я сниму это видео когда у меня выйдет видео готовых работах за июнь и июль я очень рассчитываю что это случится в субботу да то есть видео готовых работах будет в субботу я надеюсь вот а потом уже следом будет видео об итогах лета сегодня у меня получилась такая дыра я вчера целый день переживала потому что я ставила себе цель в сентябре месяце выпускать видео ежедневно и уже начала потихоньку расстраиваться и как-то так случилось что за выходные у меня есть очень хорошее продвижение в вязании поэтому я решила снять такое видео расскажу вам как прошли мои вязальные выходные покажу заодно все свои процессы которые у меня сейчас работе и расскажу об одном процессе которое начинаю начинаю планирую начать в ближайшее время поэтому получится у меня такой что-то типа эпизода с руками в кадре да потому что сейчас раннее утро я абсолютно не готова садиться лицом в кадр так давайте мы начнем с того что у меня на выходных вязалась и продвигалась к большому моему счастью я закончила полностью джемпер я вам знаете как скажу я в субботу целый день занималась уборкой готовкой в общем домашними делами и я даже не не ловила себя на мысли о том там сколько провязала и вообще повяжу ли я потому что я себе давала такую установку выходные отдыхать отдыхать и если вдруг уж сильно захочется и будет время для для этого свободно тогда уже повязать да потому что не хватает мне даже иногда реально не хватает вот этой домашней суеты она вроде как бытовуха заедает но в общем это трудно объяснить я в субботу кайфанула от уборки я перебирала шкафы перебрала там полки определенная который уже давно хотела перебрать и получила от этого большой заряд энергии потому что когда мы вычищаем пространство вокруг себя мы заряжаемся я вот не знаю как как у других вот напишите кстати в комментариях у вас это работает или нет если я очень переживаю за какой-то определенной ситуации и меня вязание так сильно не спасает как генеральная уборка хоть это дело и не самое приятное и я на самом деле но не могу сказать что я люблю убираться вообще есть такие женщины которые прямо любят убираться если уж откровенно себе признаваться да они строите себя там супер женщина я не люблю убираться я бы была безумно рада если бы это вообще не приходилось делать я бы нашла куда применить это время но в условиях реальной жизни да уборка она неизбежна и я когда убираюсь я реально заряжаюсь такой хорошей мощной энергии которая не знаю как будто бы в процессе уборки ты и мысли в порядок приводишь то мусор всякий выбрасываешь из головы особенно это связано с уборкой когда ты не просто там пыль убираешь далее там полы моешь а когда ты реально перебираешь полки избавляешься от ненужного хлама там какие-то баночки ненужные какая-то просроченная косметика аптечку перебрать да по срокам годности перебирать шкаф выбросить ненужные вещи которые ты там уже годами не носишь и непонятно для чего они там лежат что там еще ну всякое такое да вот я на днях перебирала ящик с документами не представляете сколько было макулатуры на килограмма три это все были инструкции гарантии на те вещи которые уже давно истекли эти сроки годности как это не сроки годности гарантии тогда истекли то есть ими уже не воспользоваться просто занимает место и тоже реально кайфанула в общем мы не об этом я хочу донести до вас информацию в какой-то степени я хочу похвастаться почему бы и нет что я в субботу повязала только в тихий час макса и вчера вот повязала полноценный день утром и после обеденное время пока у меня ребенок был у бабушки я была свободна то есть я вчера ничего не снимала я вязала то что мне хотелось в таком же в таком темпе как мне хотелось я вчера кстати проводила один эксперимент не свойственно для меня но я об этом расскажу на влоговом канале если интересно загляните посмотрите так короче джемпер полностью довязано единственное что здесь не спрятаны кончики я хочу этим вечером сегодня заняться потому что хочу попробовать в сентябре месяце прятать кончики по ходу по ходу да то есть не откладывать это на конец месяца потому что ну это такое себе удовольствие и и не знаю я надеюсь что я справлюсь так у меня готовы оба рукава они получились такие прям широкие широкие вязаны без убавок и в итоге когда я вышла на манжеты вот здесь видите даже еще я не сравняла вот такой у меня обгрызены ступенчатый край это все очень легко выравнивается и потом превращается в единую косичку значит пришлось мне на манжетах убавить петли ровно ну практически ровно в два раза я не могу сказать что я из-за этого расстроилась потому что я в принципе таким рукавам хорошо отношусь наверное даже лучше чем к рукавам которая полностью по руке хотя и это мне очень подходит вот полноценная длина мне пришлось я первый рукав вязала я так увлеклась что мне пришлось еще четыре ряда распустить да потому что длинно получилось вот я думаю что я сегодня его хочу сразу же и постирать да чтобы он стал более мягким джемпер который предыдущая вязала из cotton gold а вот этот красивущий да с ажурными узорами вставлю вам фотку что-то у меня есть наверное в общем что найду то вставлю чтобы понимали о чем речь он после стирки стал гораздо мягче короче я от cotton gold а и от обычного и от плюса в полном восторге и вчера я встала раненько мне не спалось и я довязала второй рукав то есть к утру у меня уже группу к утру воскресенье у меня был готов джемпер я в шоке сама от себя это тоже заряжает неплохо короче я заряженная заряженная по полной программе здесь у меня еще ничего не потянуты да то есть в подрезах естественно бирочки это все очень легко и быстро исправляется без вопросов и кончики 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 расход я пока не могу сказать он точно потому что если честно я запуталась я запуталась сколько пряжи у меня ушло еще хочу знаете что сказать я вчера когда выворачивала джемпер его примерила вывернула и ну получилось что он оказался на изнано изнанки я смотрю такая дума блины изнанка классная такая может быть мне следующий изнаночной гладью забомбить но это очень опасно если я сейчас увлекусь вязанием этих джемперов да потому что у меня cotton gold плюс еще несколько в запасах цветов и они все там базовые то я рискую утонуть в лицевой глади из cotton gold плюс почему рискую потому что это реально носибельная вещь на текущий сезон и естественно я буду с удовольствием их тягать особенно при условии что я в ближайшем будущем стану автоледи да то есть я сейчас учусь на вождение получаю права категории б и я не любитель курток многослойности жары поэтому для меня в условиях машины да то есть собственно за рулем джемпера вот такие мне кажется на зиму идеальный вариант вот короче первая готовая работа сентября чему я очень очень рада так вот я закончила вчера джемпер и думаю какая ты алина молодец ну время еще есть давай что-нибудь еще повяжем думаю я начну носок начну носок максу потому что как бы зима еще впереди и носки точно пригодятся я взяла у меня знание сейчас кубические нитро мы сегодня тоже об этом процессе поговорим я нашла в своих запасах я совсем забыла потому что я сейчас очень редко вижу на адиках таких классических с золотистой леской да и я заглянула в свои запасы спиц и увидела что у меня есть два с половиной спицы на леске 80 сантиметров вот эти классические ади которая с не острым кончиком самым таким я думаю что премиум они называются как-то так я думаю о я попробую может быть ну как бы может быть нормально и вот видите очень даже нормально потому что у меня связался вчера один носок это у меня остатки ализе супервош вставлю вам фотографию первых носочков которые вязалась этой пряжи это были носки в клетку по ним есть на канале подробный мастер-класс и под этим же мастер-классом да под носками можно найти мастер-класс на вывязывание вот этой клетки очень классная идея обязательно загляните мне кажется это станет отличным подарком на новый год вообще как бы пора готовиться если вы вдруг еще не поняли да чтобы не опоздать можно уже готовиться потихоньку к новому году если вы планируете дарить своим родным подарки именно рукодельного характера значит носки получились здоровские они до сих пор в эксплуатации здорово что они кому-то приносят радость об этом мы больше не будем значит я вязала снова носки от мыска у меня есть на канале мастер-класс на такие носочки я начинала набор джуди с 12 петель на каждой спице обычно я 12 12 петель на каждой начинаю взрослую пару детскую начинаю с 10 но я здесь заболталась и набрала как на взрослую поэтому прибавок у меня получается вышло меньше ну и вот вязался этот носок по прямой я вязала считая ряды потому что прошлые носочки они оказались полностью впритык я решила сделать небольшой запасе да вот на колготочки чтобы можно было зимой одеть максу в ботинки и связала получается на три ряда длиннее стопу пятка бумеранг это все в мастер-классе есть можно посмотреть и здесь после пятки бумеранг 10 рядов лицевой глади и 20 рядов резинки два на два закрыла я крючком с накидом накид делала перед каждой сменной петли то есть если здесь две лицевые 2 изнаночные то получается что если я перехожу с изнаночной на лицевую то я накид делаю с лицевой на лицевой не делаю ну и так далее тому подобное тоже кончики еще не спрятаны очень быстро связался носок и за время пока я вязала этот носок я снова привыкла к адиком и к этим не совсем острым кончиком короче я подумаю может быть я даже новые спицы покупать не буду да потому что ну оказывается в них как бы и какой-то острой необходимости и нет вот здесь однозначно еще три носка я думаю я когда связала думаю боже какой он огромный зачем я так разошлась почему вообще так произошло я же считала ряды ну как так неужели вот эти спицы круглые до классической формы так сильно реально отличают полотно по плотности от кубических почему мне не пришло это в голову сразу до приложите предыдущий носок да и увидеть что да вот она разница вот эти три ряда то есть в принципе все хорошо я зря переживала вот поэтому в ближайшее время я думаю что вторая пара носочков тоже будет готова для макса но я думаю что еще максимум одна да и в этом необходимость в детских носках у меня отпадет потому что у нас есть там еще покупные носочки такие с альпакой в составе вязать просто потому что вязать я тоже не хочу вот так что у меня еще за выходные за воскресенье связался и носок для младшего сына но вот теперь ему нужна пара на этом не все после обеда я поняла что но у меня же есть еще свободное время и есть реально такое дикое желание что-нибудь еще продвинуть чтобы я могла продвинуть подумала алина и взяла свой новый процесс которая показывала вам во вчерашнем виза влоге и это джемпер мой из пряжи alize cotton baby soft который тоже классно продвинулся смотрите значит здесь добавилось мне кажется сантиметров ну может быть 8 может быть 10 мне еще сложно вам сказать потому что по лицевой глади я не сориентируюсь а вот по рапортом узора я смело вам скажу где я была когда заканчивала снимать виза влог значит короткие спицы так по отношению к ширине полотна когда я показывала вам вчера свои продвижения я закончила вот вот здесь я хорошо помню потому что вчера первый ряд был вот именно этот там где много 2 вместе да я переживала что я с максом не смогу контролировать постоянно схемы поэтому я постаралась все вот эти сложные ну не то чтобы сложные такие опасные места до провязать до того как он вернется домой от бабушки и получается что вот было и вот еще сколько провязалась я не ожидала что в 1 мотка этой пряжи хватит на такое количество полотна значит я получается вывязала полностью высоту 1 раппорт узора и приступила уже ко второму потрясающее вообще полотно несказанно крутая пряжа и это будет я боюсь что это будет еще одним моим любимчиком от ализе до из полухлопка но как бы мне не сорваться потому что в моих запасах полухлопка очень много я бы конечно с большим удовольствием хотела сейчас больше увязывать пряжу потому что если мне предстоит переезд который я планирую то с запасами именно перевести запасы это самое сложное то есть не столько мебели да и не столько одежды вещей каких-то других сколько пряжи это самое сложное будет поэтому я хочу в ближайшее время ничего не покупать единственное что я уже успела отхапать в магазине саши маненок визомания бобинку меринос очень тонкого но там был потрясающий цвет я его очень давно искала и решила будь что будет в общем захапала себе на тонкий джем пирочек очень нежный розовый меринос по моему с поля кривом или с полиамидом там небольшое содержание там вообще насочная пряжа но я хочу тонюсенький тонюсенький джем пирочек вот значит ну вот здесь моток получается что двух мотков мне до проема однозначно хватит еще допустим по мотку на рукава и то неполному да потому что 270 метров мотке это ну грубо говоря 200 метров на рукав на мой уходит короче упаковки даже на меня хватает вот и плюс еще v-образная горловина здорово очень здорово кайфово вяжется практически ровная лицевая гладь вот здесь у меня какой-то косяк непонятный не знаю даже с чем это связано может быть как-то лежали с надрывом спицы да то есть ну вытягивали петли я потом когда доставала не обратила внимание но у меня ничего не смущает мне все подходит и мне очень нравится вязать этот процесс прямо такое сплошное удовольствие образец здесь лежит и где-то тетрадочка должна была еще лежать со схемой в общем-то вот такие вот дела там у меня в коробочке моем сундучке еще два моточка уже подготовленных перемотанных поэтому в принципе в свободное время я могу приступать к вязанию и это еще не все вы представляете сколько можно успеть оказывается значит у меня добавился еще один квадрат я не буду доставать всю пряжу вот она здесь в сумке такая красивая цветная прямо хочется уже поскорее как это сказать-то правильно доступ заиметь к возможности к возможности нас носить этот сарафан там где бы он смотрелся шикарно на вот на какие-нибудь моря бы поехать или еще куда-нибудь но мечтать не вредно все же знают об этом да значит у меня было пять квадратов и вот буквально уже ближе это уже было сегодня утром пока я монтировала пока я готовила завтрак ребенку старшему младше завтракает в саду я связала еще один квадрат вот короче получился получилось так что у меня по три квадрата я лишнего навязала а я еще и думаю что он такой огромный я связала лишний ряд ну вот ладно не проблема распустить несложно принципе как и довязать я еще так на вскидку я торопилась уже там опаздывает что там такое огромное неужели у меня так плотность могла поменяться короче я распущу не страшно значит у меня получается готово уже шесть квадратов по еще одному квадрату нужно в таких же цветах довязать да чтобы получилось получились квадраты для двух полных рядов я пока еще не знаю я буду следующие квадраты начинать или уже дотяну до съемки мастер-класса потому что конкретно над этим процессом над этим мастер-классом я буду трудиться всю следующую неделю так я себе придумала вяжется кайфово ну естественно такое сочетание яркое цветов оно не может не кайфово вязаться вот я пока вяжу делаю себе пометки да о чем мне нужно сказать в мастер-классе чтобы он получился максимально информативным так по поводу того когда появится информация на сайте о совместном проекте я думаю что это будет ближе к десятом числу соответственно связи с этим я немножечко откладываю старт этого проекта для того чтобы у участников будущих да кто захочет участвовать в совместном проекте была возможность было больше возможности вступить по сниженной цене я говорила о том что до старта проекта стоимость участия в совместном проекте и самого мастер-класса будет 500 рублей после соответственно будет дороже то есть отдельно сам мастер-класс можно будет попозже купить он будет наверное рублей 700 я еще пока не знаю честно говоря но скорее всего 700 как и все плечевые изделия и вступить уже после старта в совместный проект будет стоить 1000 рублей поэтому следите за новостями я расскажу об этом и в инстаграме и во вкладке сообщества и здесь конечно же на ютубе тоже информация будет плюс буду стараться дублировать в инфобоксе эту информацию поэтому вот такие дела так получается что за выходные я продвинула 4 проекта один из которых полностью довязала один еще начала новый и вот два текущих продвинула так дальше что у меня вообще по процессам да то есть на сегодняшний момент три процесса посмотрели что у меня по процессам еще вообще в работе осталось мы не будем сегодня доставать мои ну я уже достала сама себе поковыряла и убрала мы не будем доставать те процессы которые у меня временно заморожены ну давайте в двух словах скажу полосатый топ он явно рискует быть распущенным потому что с момента с момента когда я снимала себя мерки и рассчитывала у меня минус 15 килограмм то есть ну очевидно что к сезону эта вещь мне будет просто с чужого плеча и какой смысл ее довязывать если там все равно есть и моменты которые меня не совсем устраивают мне не распустить жалко очень жалко мне знаете больше чего больше всего жалко горловину но так она знатно получилось поэтому пусть он пока полежит пока я не свяжу на замену уже ну скажем так нужно мне футболка извиняюсь полосатая если вы понимаете о чем речь и джемпер крючком я решила что я его в следующем месяце обязательно закончу потому что ну нет смысла чтобы он лежал я буду его перевязывать тоже из-за того что сейчас как-то я очень необычно худею обычно я худею снизу а в этот раз я худею сверху ну я честно говоря рада потому что у меня всегда было так что у меня низ уходит сверх остается но не полностью конечно но я такая знаете как треугольничек на мужском туалете у меня с самооценкой и с самоиронией все в порядке поэтому не думайте что я сама себя обижаю вот этот мужской туалет и вот этот треугольник сверху с головой вот я прям один в один а в этот раз все уходит очень пропорционально я тут очень рада этому потому что ну это намного более женственно то есть будет вот такой треугольник как положено как на женском туалете и уходит и в плечах как-то объемы и получается что этот джемпер у меня на сегодняшний момент вот я сейчас примерила перед видео он у меня с плеч даже сползает поэтому однозначно будет все добром распущено я возможно немножечко совсем немножечко добавлю длины и перевяжу горловину и по переду и по спинке соответственно возьму и сделаю шире плечи и уже сделаю верес для головы то есть по ширине именно меньше оставлю на горловину вот и я морально к этому готова я бы хотела этот джемпер носить потому что он классно на самом деле он из пряжи ализадива я так для тех кто вдруг забыл крючком вязала с такими вот узорами значит в октябре я думаю что буду его довязывать это будет мой процесс с выходного дня я себе так придумала что по будням дня на работаю а какой-то такой не совсем важный процесс довязываю в выходные или вяжу в выходные если конечно же есть желание поэтому сейчас у меня будет регулярно процесс выходного дня какой-то один болтаться так ну давайте я заикнусь про то что у меня в процессах есть куртка я очень надеюсь что ничего на этой неделе нет ну если случится одно очень хорошее событие я буду безумно рада я готова вообще месяц не вязать ради этого события но пока я совершенно не знаю когда это случится а пока в планах у меня на эту неделю среда и четверг полностью посвящены съемке мастер-класса по вязанию куртки здесь у меня ничего не продвинулась с последнего подключения это у меня ализе степела на максе с последнего раза когда я показывала извиняюсь 100 грамм 100 метров 75 акрила 25 шерсти вот вижу старшему сыну куртку мы сегодня сделаем контрольный замер да посмотрю как сидит по спинке то есть прям к нему приложу если все будет хорошо то тогда в среду я прям сяду и все это дело буду от зари до зари снимать по максимуму вот так что получается четвертый процесс и еще два один из которых я решила все таки распустить значит вот здесь у меня лежат носки я их буду перевязывать не знаю мне не нравится ну сейчас конечно вообще прикольно смотрится непонятно что это за тактильный мешочек для детского сада у нас у дефектологов просто в саду вот такие были или знаете еще похоже на неоновый шарик сдуты значит я буду их перевязывать я еще пока не решила что конкретно я хочу изменить но что здесь что-то нужно изменить это уже однозначно пряжа опал а скорее всего я распущу прямо до мыска потому что к мыскому претензий нет мысок он и в африке и мысок а вот здесь сверху мне нужно унести кое-какие коррективы но я еще подумаю вот потому что здесь я уже начала сделать прибавки для пятки вяжу такую же пятку как в последних носочках потому что она просто великолепная вот и получается что это 1 2 3 4 5 процесс и из 5 процессов это вторые носки я кстати вчера чуть не начала еще один носки но я решила что стопе подожди алина давай-ка подвязывай что что уже есть и вот здесь в этой сумке лежит процесс которая начинала на прошлой неделе я пришла к выводу вот в процессе очистки организма я пришла к выводу что я хочу его распустить сейчас объясню причину значит смотрите у меня есть замечательная пряжа это стопроцентный меринос очень-очень-очень редкий какой-то меринос я погуглила нашла в одном магазине в юар вряд ли я в ближайшее время буду там по делам поэтому возможности докупить пряжу нет рисковать мне тоже не хочется я вспомнила что когда я перематывала первую пасму у меня там середина запуталась и я не смогла ее распутать хотя вообще для меня это не свойственно обычно я любые паутины распутываю и мне пришлось часть мотка просто выкинуть ну там может быть грамм 10 то есть уже минус еще у меня есть сомнения по поводу того что мне хватит здесь 300 подождите 300 не помню сколько здесь 300 320 метров 340 340 наверное метров на 100 грамм и у меня 4 пасмы пряжа мне безумно понравилась образец идея все с ней в порядке я переживаю знаете за что во-первых этот процесс я начала просто ну мне захотелось я уже давно хотела что что-то из этой пряжи начать и вот начала в планах на вязание в этом месяце этого процесса больше нет то есть в следующий раз я к нему собиралась вернуться только в октябре месяце рассчитывала я ширину изделия на объемы которых у меня уже нет да то есть ну допустим это будет оверсайз а к октябрю я даже не сомневаюсь что я стану еще меньше да и какой смысл мне вязать сейчас этот проект если он не будет соответствовать моему размеру одежды и плюс еще мне не хватает пряжи то есть я вполне логично как как мне кажется да могу просто подождать немножко да и потом сделать расчеты нами ух ты на меньший объем да по ширине и просто и таким образом я во-первых сэкономлю пряжу ну естественно да представьте если допустим я даже рассчитаю там на 6 сантиметров меньше по ширине это это 6 сантиметров полотна это вот это много это хорошо сэкономит мне пряжу вот поэтому этот процесс я решила распустить здесь в принципе меня все устраивает по узору как раз таки возможно уберется вот это вот вот это изнаночная гладь которая здесь сбоку она меня не напрягает ну я просто так заранее знаете думаю чтобы здесь чтобы здесь убавить пока это еще кусочек вязаного полотна а так конечно очень кайфово вяжется но я как считаю что это самое разумное решение вот попозже попозже за него взяться может быть даже просто в том же конце октября да когда уже будет очевидно что пряжи мне хватает я даже не буду этот процесс убирать из проектной сумки пусть он здесь себе лежит тихонечко а я этой проектной сумкой пользуюсь крайне редко потому что она без застежки вот я то что у меня без застежки убираю на полку которая у меня закрывается точнее в контейнер который у меня закрывается ну и соответственно я туда очень редко лажу вот так что получается что на сегодняшний текущий момент у меня в работе раз два три четыре пять проектов из них две пары носков одни детские вторые взрослые и соответственно три плечевых изделия это джемпер куртка точнее для сына сарафан мне и джемпер для меня опять же вот значит я довязала серый джемпер мне нужен процесс выходного дня у нас сейчас такая погода я в шоке ну откровенно скажу я в шоке тихом шоке потому что ну давно не было такого чтобы осень прямо знаете вот первое сентября и здравствуй осень обычно сентябрь всегда теплая погода то есть в плоти я в босоножках ходила в сентябре обычно для меня даже сейчас вот вечером плюс пять выгулять собаку я не могу принять мысль что мне нужно куртку одевать что мне нужно куртку надевать я иду голая рискую заболеть но вот это вот я очень тяжело одеваюсь я легко раздеваюсь то есть вот зима заканчивается здравствуй весна все я раздеваюсь моментом я так не люблю многослойность я так не люблю эти куртки пуховики уж тем более и очень очень плохо и тяжело одеваюсь на холодное время года но видимо уже никуда не денешься потому что бабьеве лето нам не обещают говорят что зима в этом году будет ранняя и достаточно холодная и у меня ребенок старший он жуткий мерзляк и младший кстати тоже что-то здесь не то как так случилось и утром его подвозят ему там до школы пройти 300 метров он мне вчера пожаловался что он уже умудрился два раза замерзнуть за эти 300 метров я поняла что ребенку моему нужен шерстяной свитер как бы он что ни говорил все равно будет куда-то ходить ездить по выходным мы планируем я очень рассчитываю что осень будет повеселее чем лето и куда-то вот выходить понятно что есть текстильные у него тут всякие баечки худи а вот чего-то такого конкретно вязаного теплого нету поэтому я решила связать ребенку своему стильный худи худи и это будет тадам аромата почему бы и нет подумала я сегодня этим утром что некоторых пугают что я в два часа уже вяжу достала вот такую пряжу я долго думала у меня ланнегол в запасах тьма есть средний серый меланж есть красивый синий я почему-то решила что именно вот этот пепельный меланж будет само то потому что он и в школе допустим у них в пятницу более свободная форма одежды можно прийти в неяркой какой-то одежде но неофициальной и допустим сверху зимой почему бы и нет очень хороший цвет по-моему подходит под рамки школьных этих форматом короче это будет худи румата я вам сейчас вставлю фотографию этого худи у меня есть там фотография на вешалке этому мастер-классу уже 4 года если не ошибаюсь ну что тут такое 4 плюс-минус и по этому мастер-классу уже достаточно много готовых работ можно пройти по хэштегу в инстаграме решеточка румата нижнее подчеркивание Алина вяжет давайте продублировавом на экране можете посмотреть и сколько я себя помню беременной максом у меня все просили совместник по этому ходу потому что изделие непростое там много расчетов они на первый взгляд кажутся очень сложными и вязальщицам которые вообще плохо ну плохо считают все же мы понимаем кто плохо считает я допустим не умею итальянский набор делать но я его не люблю вот и каждый прекрасно знает свои слабые места и очень было много запросов всегда на совместник по этой вещичке мастер-класс я не буду закрывать он останется открытым всегда то есть в свободном доступе если у вас есть желание если вы вяжете своим мужчинам да дети там братья не знаю муж сват дед папа пожалуйста вот вязали и детские модельки на 5 лет вязала вот у меня одна подписчица это то что я помню наверняка и есть отдельная категория подписчиков которые связали бы это дело в совместном проекте значит я вам оставлю под этим видео закрепленный комментарий свой собственный где я напишу хочу в совместник промате если вы намереваетесь вступить в этот совместник если я вдруг надумаю да поставьте пожалуйста лайк этому комментарию можете даже в комментариях подписаться что вы участвуете или или у вас возможно уже начат да этот этот худи но вы еще пока не смогли его самостоятельно закончить и хотели бы тоже в совместнике да это сделать что я думаю если вдруг так случится то мы начнем скорее всего может быть даже и в сентябре но как только допустим соберется 50 лайков до 50 человек нас собирается так мы сразу и начнем может быть как-то по-другому я решу но мы начнем в ближайшее время да пока у меня еще не начат проект вот у вас есть время подумать и допустим установим себе срок до 31 декабря да то есть если вдруг кто-то решил сделать такой подарок под елочку ну к примеру супругу или молодому человеку да то вот есть отличная возможность под моим руководством и в компании вязальщиц связать замечательный подарок своему мужчине вот я буду вязать сыну естественно я буду вязать ну стараться побыстрее и на протяжении этого совместного проекта я буду вас курировать да по этому мастер-классу помогать с расчетами если есть какие-то вопросы затыки и возможно советы да и в целом вообще конечно совместные проекты они всегда в первую очередь привлекают вязальщиц именно тем что это компания это компания это общение с единомышленниками они особенно весело по себе знаю вяжутся когда ты вы все вяжете одинаковое у кого красивее вот значит у меня будет вот такой худер мата из пепельного меланжа я пока не буду искать еще пряжу потому что она мне немножко в разброс лежит свяжу два моточка это скорее всего будет тело значит я буду вязать по тем же расчетам которые у меня в мастер-классе единственное что я буду вязать на рост повыше потому что я там рассчитывала на сто семьдесят шесть а у меня старший сын уже сто восемьдесят один да но я сделаю конечно же с запасом потому что что-то мне подсказывает что на этом еще не все вот так что будет у меня новый процесс выходного дня и я вам скажу честно что чего-нибудь тепленького повязать уже хочется сегодня сегодня мне пришла в голову мысль отговорите меня пожалуйста я осталась сегодня так случилось без одеяла да то есть мне пришлось пожертвовать свое одеяло младшему сыну его было в стирке естественно погода не очень все это сохнет медленно я сегодня накрывалась старым кардиганом и залезала на gold classic платочная вязкая даклорозовая если вы вдруг помните и пока я засыпала я себе такие мысли нагнала в голову я думаю так у меня так много остатков ланголд надо связать огромный плед потом думаю какой плед когда ты будешь его вязать и это вы знаете как чертик да и ангелы сидят на плечах на разных и они вот перебрехиваются и я между ними как между двух огней я так и не поняла чего я хочу мне бы конечно пледик не помешал и остатки ланголд и плюс еще мотки которые у меня мотки одиночки знаете там допустим один желтый лежит один розовый ни туда ни сюда их бы конечно было бы неплохо утилизировать со временем хотя это конечно же далеко вообще далеко не приоритетная цель но вот мысль засела в голове я ее гоню а она зараза не уходит не уходит вот но я пока об этом даже не думаю потому что раньше чем мы переедем я запрет точно не возьмусь вот потому что я еще толком не знаю куда и может быть в новой обстановке в новой атмосфере как-то по-другому будет вдохновение у меня и тогда уже я буду решать эти вопросы там на месте вот поэтому получается что на сегодняшний день у меня за выходные готова работа новый процесс 4 текущих процесса один распуск и один новый процесс точнее начало да вот даже проектная сумка для него освободилась как раз вот так что вот такие у меня дела я очень рада потому что я не ожидала просто не ожидала вот значит такие вот у меня новости за выходные дни жду ваших комментариев по поводу совместника по поводу процессов что вообще чего бы вы еще хотели увидеть да на моем канале я пошла готовить контент на неделю вперед в этом на этой неделе я планирую выпускать видео тоже ежедневно поэтому готовьтесь готовьтесь к просмотру вот и на этой неделе в четверг если все будет хорошо может быть ну четверг-пятница выйдет экспресс мастер-класс по вязанию бомбера желтенького из софти слонокотон для ребенка на три года тоже сегодня буду снимать все на этом у меня все огромное вам спасибо за вашу просмотр увидимся в новых роликах до новых встреч и всем пока пока в следующем году я вам покажу я вам покажу что вы видите что вы видите Продолжение следует...